Ребятушки, вот это видео я сейчас поставлю. Я уже еще раз оказалась с поезда, у меня там проблемы. Я там сделала вам еще на 20 минут видео. Но это видео, и там у меня есть коротенькое видео, но это видео доказывает мою теорию о стенах везде. Вот посмотрите, это просто. Там Апрещендеры, что сколько я уже... Апрещендеры, это независимо от того, сколько я уже каналов сделала там, и это тоже все стены. А это вообще, посмотрите, просто доказывает мою теорию. Вы посмотрите, две стены, одна вот так, да, идет, а другая вот, под округом вот так вот, да. Это все в двух метрах от железной дороги. Вот, поглядите. Опять видите, Виа Прон Чиджина, я об этом уже говорила, и потом вам еще раз. И вот посмотрите здесь. Вот, посмотрите, вот эта арка, которая со стороны вам там сняла далеко, но здесь она так, ее немножко зацементировали. Это, ребятушки, зацементировали специально, понимаете, чтобы хоть чуть-чуть, ну, как бы... Они просто, наверное, думали, что у них будет обваливаться стена, она бы нифига бы не обвалилась бы. Вот, посмотрите, это стена, да, видите? И вот посмотрите здесь, посмотрите, посмотрите, да? Вот это, да, вот, вот, посмотрите. Огромная стена, да? И арка идет у нас под железную дорогу. Понимаете? Под железную дорогу. Вот, это вообще настолько прямое доказательство моей теории. Вот, видите, у нас железная дорога там, вот это, где белый, это переход, вот там вот у нас через железную дорогу у нас там дом. Это, вот это вот, тут стена видна, видите? Просто я не знаю. Я собираю, конечно, свести, но это, ребятушки, уже офигительные доказательства. Вообще, Сан-Жермано, это просто ходячее доказательство того, что все у нас вот как аппарат Гольджи, как слоистый пирог и т.д. и т.п. Понимаете? Вот. И вот это типа как канал. Но это вот стены отделяются друг от друга. Слои. Сейчас я вам покажу. Я вот так записываю напрямую, потому что я уже, знаете, просто это, наверное, я вот только вот на кладбище так и не сходила. Это вот стена, которая идет под железную дорогу. Вот. Я уже просто облазила. Это Сан-Жерман этот. Сан-Жермен. Вдоль и поперек. Ну, на... На предмет стен. На предмет стен. Вот. А вот там идет арка. Ну, давайте поднимем. Кстати, у меня есть еще время. Есть. Ну, сейчас поезд такой подойдет. Я... Посмотрите, у меня поезд-то вот здесь. Вот, видите, она там. Ну, эту арку я уже сняла. Я хотела вам показать, насколько здесь прямо доказательство того, что моя теория о стенах друг с другом. Стены рядом верна. Никакой там, понимаете, не город. Я просто не... Как бы не спорю с этим. Ради бога. То есть это... Ну, я же и тоже, знаете... Не, ну... Как бы многое уже подтверждает, что я права, что... Как бы внутри... Вот если раскопать, внутри будут огромные-огромные просто слои стен, арок и... И всяких вот этих... Как сказать... Как это называется-то, боже мой? Пустот. А вот... Слышите, какой голос, да? А вот именно... Вот это вот... Если, как говорите, город, да? Он вот... Вот эти вот красивые все. А вот эти здания красивые, фичеплюшки. Это уже на поверхности. Я не знаю, почему. Может, с соприкосновением воздуха это все как бы там завихрялось и красиво это. А внутри, мне кажется, все идут стены, пустоты или вода, или железные дороги еще. Такое больше все техническое, ребятушки. Ну и арки, естественно. Арки, естественно. Это понятно. Вот. Ну, как бы вы можете назвать это подземным городом, а для меня это подземные, скажем так, строения получаются. Вот. Ну ладно, в общем, я уже все. Сейчас уже должен быть поезд прийти. Сейчас уже я закончила сегодня. Сегодня я просто вообще таким технарем выступила. Технар по трубам, по стенам, по каналам. Пока-пока, ребятушки.